Анатолий Вячеславович, здесь такое дело, но здесь очень важные, очень важные вопросы. Для человека, который звертается по допомогу допомощника президента, его вопрос самое важное. И Анатолий Маркевич согласен, простых вопросов нет. Каждого человека нужно выслухать и допомогать. Каждый вопрос, он важен для конкретного жителя. И мы должны в деталях здесь разобраться. И сегодня такая возможность есть именно в администрации Московского района. Поскольку присутствуют специалисты, мы ведем конкретный предметный разговор по каждой позиции. Пытание, с яким пришел ростовчанин Дмитрий Бялюк об отмове сбоку ДАИ выдать доветку обвиноватым УДТЗ для отримания страховых выплат, простым, сдается, только на первый взгляд. Есть ряд претензий к сотрудникам госавтоинспекции, которые затянули дело, и довели дело с такой формулировкой, что дело закрыто в связи с изучением срока наложения административного взыскания. Выслухавший, что представников Державтоинспекции Анатолий Маркевич пришел до высновы. Службовая особа, которая выезжала на место ДТЗ, провела поверховный разбор. А между тем, у таких выпадков главное – зарабить все по справедливости. А значит, до разбору нужно вернуться и разобраться больше деталево. Однозначно в Министерство внутренних дел пойдет официальный запрос. И я думаю, что Генеральная прокуратура тоже должна подключиться к этим всем моментам, для того, чтобы в деталях разобраться, проанализировать и вынести справедливый вердикт. Не только с особистыми питаниями звертались образовчане на прием до помощника президента. Спогнание долгов с предприемствования, добросумленность предпринимальника, переименование микрорайона, оплата послужек ЭГА. Пытания, которые не губляют актуальности, доброе упорядкование в улицах. Асфальт лежит только центр, где машины ходят. Поверьте, не со мной. Не, по проезжей части вы имеете. Проезжая. Я про тротуар. Нету. Вот здесь нету асфальта. Там когда-то был, но там теперь сплошные колдобины, ямы. Жигары в улице Киевской не в першиню, занимаются эту проблему. И мясцовые улады, и коммунальные службы про ее доброведают. На жаль, выращить ее поколь не могут. Причина – недохоб финансов. Анатолий Маркевич означает, не за уседы проблему можно выращить одразу. Головное – расслумачить это людям, а не давать абстрактные обязанья. Надо всегда говорить правду. Надо говорить то, что есть на самом деле. Потому что если мы хотим сегодня высказать свое мнение, и оно завтра не будет исполнено, это будет неправильно. Мы подведем себя и подведем людей, которые желают получить объективный ответ и увидеть реальную помощь. Очень важно скоординировать свои действия. Если мы сегодня не можем эту проблему решить, значит, надо проанализировать наши возможности и какова перспектива в решении тех или иных проблем. Потому что надуманных вопросов нет. Вот сегодня вопрос о благоустройстве. Люди сегодня ежедневно ходят по тротуару, проезжают по проезжей части, да, и хотят, чтобы было комфортно и было безопасно. Но существует и комплексный план развития региона, города, микрорайона. И с людьми нужно собираться, с людьми нужно вести разговор предметный, объяснять. Да, вот сегодня мы это не можем сделать, но посмотрите, что мы уже сделали. А сделано в Бресте на первые дни святкования тысячагодия соправдения мало. Тому и питаний у након добра упорядкования не нашмат. Усягож на прямую телефонную линию до помощника президента звернулося 6 человек. На особистый прием записались 16. Кожное питание Анатоль Маркевич взял на контроль. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».